Добрый вечер, в студии программы есть мнение, я Алексей Додатко. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить прозвучавший вчера отчет губернатора края перед депутатами законодательного собрания. В студии собрались эксперты, депутаты ЗАГС собрания, вице-спикер этого органа Сергей Филиппович Заблов, вы возглавляете комитет по делам села, Елена Пензина, депутат член и один из руководителей комитета по строительству ЖКХ, политолог Александр Чернявский и социальную сферу у нас представляет Людмила Сафонова, вы руководите социальным учреждением, поговорим наверное и о этих вопросах. Коллеги, ну вот давайте обсудим, что же такого значимого прозвучало в этом отчете, в чем вообще смысл? Александр, ну наверное вопрос этот вам. На фоне достаточно серьезных других информационных явлений, тем не менее отчет привлек себе внимание и СМИ, и политологов, и общественности. Вот расскажите немножко, что за жанр такой? Что касается отчетов, я думаю, безусловно, губернаторские доклады вот в этом формате, они привлекают внимание всегда, потому что по большому счету это не только отчет, это определенная программа действий на будущее, и те векторы, которые, как правило, глава региона озвучивает, они во многом потом начинают воплощаться в нашей реальной жизни. Что касается сегодняшнего, вот этого мероприятия, я думаю, оно, конечно, носило особый характер. На моем памяти впервые было, знаете, такое совпадение двух потоков, то есть доклад в принципе был о мирном времени, о 19-м годе, и он попал в эту струю новостей по поводу пандемии, других не очень веселых и радостных информационных поводов. И мне показалось, что вот этот контраст, он во многом определял восприятие этого доклада, и здесь я даже хочу сейчас сказать не, собственно, о содержании того, что говорил Александр Викторович, а о том настрое. Мне показалось, что для губернатора было крайне важно вот в этом докладе, который, конечно, слушали не только депутаты и политическая элита, но и, безусловно, большинство населения Красноярского края, нужно было показать себя лидером, который знает, как реагировать на вызовы. И мне кажется, вот этот, может быть, был самый главный момент в этом докладе, особенно когда было такое, как я его назвал, коронавирусное послесловие, вот этот постскриптум. И здесь мне показалось, что Александр Рус в очередной раз проявил себя лидером с большой буквы, настоящим руководителем, который прекрасно понимает все серьезность стоящих перед нами сейчас проблем. И вот это, может быть, было самое главное, то, что случилось вчера. Потому что все остальные векторы, они были интересны, они были, безусловно, важны. Но все это все-таки немножко уже уходило в тень, по сравнению с тем, что происходит именно сегодня и именно сейчас. И здесь, мне кажется, губернатор был на высоте. Ну, мне вообще показалось, вот мое мнение, да, что это был, может быть, частью отчет за 2019 год, что какие решения принимала исполнительная власть, личный губернатор края, а частью это прозвучало как послание. Я думаю, что как раз у УСА, не буду говорить про его предшественников, но все его послания, вернее, все его доклады, это, безусловно, формат такого губернаторского послания. То, что мы, например, видим из уст президента, когда он подобного рода послания озвучивает перед федеральным собранием. Поэтому здесь даже, скажем так, вопрос, на мой взгляд, немножко детальческий. Безусловно, это так. Понятно. Хорошо. И тем не менее, отчет за 2019 год, это ежегодное выступление губернатора, в котором подводятся итоги развития края тех решений, которые принимала власть в течение года. Спросим у экспертов, что же показалось для них наиболее значимым. Сергей Филиппович. Ну, я бы начал, может быть, с формата, да? Он прошел традиционно в стенах законодательного собрания, а готовился не так. Он готовился на большом концертном зале, с большой аудиторией, с приглашением всех элит. То есть, как максимально публичный. Максимально публичный. Губернатор давал такую серьезную установку. Почему передумали? Ну, а вот возник вот этот вопрос, он буквально завис до последнего момента, все-таки, где его провести. Вопрос с пандемией. Конечно, да. В связи с этой эпидемией был перенесен, и все-таки провести его было в минимальном формате, имеется в виду только перед депутатами законодательного собрания. Вот этот формат был сделан. То, что сейчас сдали оценку, так сказать, публичности, вышло должностное лицо. Оно в соответствии с наших нормативных документами, устава края, обязано именно вот в этот период дать отчет перед депутатским корпусом, перед в целом населением края о проделанной работе за предыдущий год. Сергей Федорович, ну это как-то формально звучит. Отчет, потому что обязаны? Или все-таки было что сказать? Обязаны. И это понятно, что здесь уже само насыщение, само действие отчета, это уже зависит от губернатора, от его команды и так далее. Но принцип, он все-таки заложен в нормативных документах, где он обязан это сделать. Поэтому я думаю, что здесь все совпадает. Вам что показалось наиболее значимым с точки зрения информации о произошедшем в крае в 2019 году? Я вам скажу больше в этой части, что нравится, что это все-таки губернатор, который вырос в крае, дошел до этой высокой должности и к сельским территориям относится с пониманием и уважением. Это первое. Второе, что мы те традиции, которые были заложены с приходом его к власти и с его командой правительства, мы не изменяем. Мы все-таки динамично стараемся отрабатывать и содержательно действовать в том же русле, которое было накоплено уже предыдущим багажом. Это радует. И второе, он ставит задачи все-таки на переработку, на дополнительный импульс по развитию нашего аграрного комплекса на добавленную стоимость. То есть у нас уже достаточно накоплено сырьевых ресурсов, их надо вкладывать в переработку. И поменьше завозить, больше вывозить. Понятно. Людмила, ну вот вы представляете социальную сферу. Губернатор практически начал свой доклад с информацией о ситуации в социальной сфере, о мерах по стимулированию рождаемости, по поддержке семей. Что вы скажете по этому поводу? Весь доклад был пронизан темой качества жизни. Я так полагаю, что для Александра Викторовича эта тема очень значима. И вкладывает он ее не только в социальную сферу, не только в социальное развитие, социальное обслуживание населения, социальную защиту, образование, культуру, но и в другие сферы, которые связаны и с промышленностью, и с аграрным комплексом. Это все про качество жизни. Я хотел задать общий вопрос. Такое внимание к демографии и поддержке семьи. Это реакция на те федеральные инициативы, которые прозвучали на уровне президента страны, или это какая-то специфика нашего края, где внимание первого лица, первого руководителя, эта тема требует особого внимания с его стороны. Коллеги. Мы же одни из первых регионов, которые на самом деле начали инициативное, это инициативное обязательство региона по выплате для тех семей, которые не посещают детский сад. Ну, кстати, просто очень важно по времени посмотреть. То есть те инициативы, о которых, Алексей, вы говорите, это все-таки послания прозвучали. А по моим наблюдениям вообще, губернатор где-то начиная с августа-сентября сделал настолько уже явный акцент на социальном курсе, то есть не только, кстати, по демографической политике, но и на поддержке других категорий населения. Мне кажется, это точно сейчас один из стратегических факторов вообще политики Александра Викторовича. Если, коллеги, ну вот тот акцент, который сделал Александр в отношении того, что это отчетливый приоритет в деятельности губернатора края, мне кажется, здесь важно, ну мне кажется, важно отметить то, что это, наверное, то, чего сегодня люди от власти и ждут. Конкретных решений, максимально персональных, привязанных к людям. И, кстати, о персонализации социальной помощи тоже говорил губернатор. Я хочу к Елене Евгеньевне в этом задать еще один вопрос. Вы достаточно плотно ведете тему, связанную с поддержкой обманутых дольщиков, и эта тема тоже прозвучала в отчете губернатора. На что я обратила внимание в отчете? Ну, во-первых, наш регион стал первым по профициту бюджета, то есть и второй по сокращению... Что это означает? Что такое первый по профициту бюджета? Что денег в бюджете стало больше, то есть мы не дотационный регион. Край получил больше денег, чем рассчитывал. Да, и среди всех регионов в стране мы первые. По сокращению госдолга среди всех регионов в стране мы вторые. И важно, что работа любой исполнительной власти, она разделена на разные министерства и ведомства. Так вот, в каждом министерстве и ведомстве есть направление, по которым министерство серьезно работает. Если брать здравоохранение, то сейчас на 2020 год приоритеты были, поставлены такие, что максимально обратить внимание на то, как себя чувствуют медицинские работники. Заметьте, насколько меняется вектор. От того, насколько самочувствие человека в профессии максимально приятное, настолько и самоотдача будет у человека. И, безусловно, несмотря на то, что формальность должна была присутствовать, и отчет был о 2019 годе, все равно просматривались там тенденции на 2020 год. Сейчас перед федеральным... Елена, я прошу прощения, вот мне показалось, к тому, что вы говорите, мне показалось, что, несмотря на то, что в отчете присутствовали, и присутствовала информация о макроэкономических каких-то показателях, даже о глобальной экономике, как в это вписывается край, значительное внимание было уделено именно тому, вот о чем вы говорите, социальному самочувствию, как люди видят и чувствуют на себе решения власти, что в этом плане нужно сделать. Мне, честно говоря, показалось, что отчет был, условно говоря, там не исполнение плана по валу, да, а вот каких-то таких персональных вещах, которые чувствуют люди в своей повседневной жизни. Ну, на мой взгляд, он впервые был такой с человеческим лицом, потому что даже если говорить о специфических темах, на которых там я специализируюсь, ну, например, по удольщикам, все мы помним, 18-19 год, это была тема очень острая, которая вынуждала людей идти там на митинги, на демонстрации, палатки ставить. И я замечу, что ранее этой теме прямо вот, ну, не уделялось времени. И на самом деле, я думаю, что многие чиновники, тот же, например, министр строительства, хвалить себя не любит, но вот я это сделаю из-за него, потому что там титаническая работа вместе с губернатором была подготовительная, проведена. То есть я присутствовала на МВК, я понимаю, сколько было работы сделано. Это бумажная волокита, которая никому не видна. И в то время, когда действительно какие-то панические настроения среди дольщиков присутствовали, никто не кричал там, да, не бил себя кулаком в грудь, не говорил о том, что мы тут работаем. Тихо, мирно работали. Огромное количество министерских сотрудников, которым была поставлена задача, в том числе и по бумажной работе, ее качественно выполнили, в результате чего дольщики реставрации выплаты получили. Единичные случаи, по которым этих выплат нет, но они связаны просто с некачественной подготовкой документов, уже самими людьми, и вот в таком режиме, вручном, эти как бы несостыковки устраняются. По дольщикам грунтовые принято решение, что на 2020 год выплаты будут по шести домам, два дома будет достраиваться, но при этом тоже комплексное решение, в чем, кстати, заслуга нашего губернатора, что он отработал каждый из этих вопросов с Дом РФ. Можно будет подать, если человек не хочет получать квартиру, подать заявление, получить эту выплату. Выплаты эти приравнены к сегодняшней существующей стоимости жилья. Если вы обратили внимание, то выступления сейчас, в общем-то, и нет. Но и на дольщиков тема не заканчивается. Дело в том, что по ипотеке были компенсированы ставки. Мы один из вообще просто единичных регионов, которые пошли дальше и делали выплаты по аренде жилья. И такую выплату получило большое количество людей. То есть механизм заработал в поддержке дольщиков. Да, абсолютно точно. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки приняты ли меры к тому, чтобы люди снова и снова не оказывались в этой ситуации, а бюджет снова и снова не был вынужден платить за это? Я хочу сказать, что на региональном уровне решить это было невозможно. И здесь тоже и губернатор, и министр строительства эту тему отработали, потому что в том числе вот эти риски все, которые существуют с строительными компаниями, проговаривались. Сейчас федеральное законодательство настолько четко зарегламентировало, в том числе заведя экскроу-счета, обеспечение строительных компаний достаточным капиталом. То есть, грубо говоря, если у тебя 10 тысяч уставной капитал, ты не можешь строить эти дома. Через банковскую систему заведено, собственно говоря, продажа и строительство объектов. Поэтому, как мне кажется, сейчас все меньше возможностей у строительных компаний недобросовестных обмануть людей. Поменялась модель. Лен, ну вот вы говорите о серьезных расходах бюджета по поддержке дольщиков. Людмила, конечно, социальные обязательства связаны тоже с расходами бюджета. Очень важно, что Край закончил бюджетный год с профицитом. И тем не менее, практически в выступлении каждого из вас прозвучало, что значительная часть отчета содержала, на самом деле, постановку задачи, оценку текущей ситуации. Можно я немножко все-таки, то, что Лена уже затронула, и коллеги. Мне кажется, очень важный момент, и он, кстати, был прямо разбросан по докладу во всех местах. Это работа руководства Крайя с Москвой, с федеральным центром. Что мы прекрасно понимаем, когда у нас там около 600 миллиардов находов уходит в Златоглаву, и надо, безусловно, эти деньги назад вытаскивать. И как раз вот этот акцент, он был очень, на мой взгляд, четкий, в том числе вот по дольщикам. Это, может быть, самый лучший пример, когда можно эффективно работать с Москвой и эти деньги вытаскивать, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Но то же самое, кстати, касалось очень больного вопроса экологии. Об этом губернатор говорил, и говорил, что, безусловно, только на региональном уровне решить эту проблему невозможно, также газификация и так далее. И что касается вот этого вектора работы с федеральным центром, мне кажется, конечно же, наш губернатор входит в число наиболее эффективных региональных лоббистов. Он просто позволяет нашим муниципалитетам какие-то свои даже хотелки. Вот, кстати, опять же, была тема по Красноярску, 400-летие. Мы понимаем, универсиада прошла, и нам сейчас нужен фактически некий информационный повод. Я считаю, здесь тоже отработали очень неплохо, так как уже приняты соответствующие документы на федеральном уровне. И как раз вот эти деньги, дай бог, чтобы, так сказать, все нормально в нашей жизни было, мы тоже сможем для развития края и Красноярска вытаскивать. Мы закончили бюджетный год с профицитом. Мы, благодаря в том числе лоббистским талантам Александра Викторовича, можем надеяться на помощь федерального бюджета и решение федеральных органов власти в пользу развития Красноярска. И тем не менее, текущая повестка, как ее губернатор охарактеризовал, глобальная турбулентность в мировой экономике, ситуация с пандемией коронавируса, все это вносит некоторую неопределенность и, очевидно, ляжет в качестве новой нагрузки на бюджет. Вот давайте обсудим здесь ситуацию, как бы, социальная сфера, сфера ЖКХ, сельское хозяйство, в конце концов, там новая лесная политика, говорилось о многом. Сможет ли край продолжить эти вектора в 2020 году с учетом новых вызовов? Коллеги, Сергей Филиппович. Ну, настрой, в любом случае, я думаю, оптимистичный, хотя ситуация никогда такой, не только Россия, вообще мир не попадал, да, вот в это дело. Но я думаю, что все равно были губернаторам озвучены инвестпроекты, они есть, мы действительно настроены. Они не сворачиваются, инвесторы готовы продолжать работать. Они сворачиваются, ситуация, понятно, что она там в ближайшее время как-то будет это дело, так сказать, детализировать все эти вещи, но, по крайней мере, вот первый квартал или первые месяцы, которые были озвучены, они все подтверждают и было настроено на то, чтобы двигаться в этом направлении. Поэтому жизнь не останавливается, я думаю, что те меры, которые надо принимать по линии медицины и так далее, они будут приняты. А то, что жизнь все равно продолжается, надо двигаться вперед и все равно видеть вектор развития и так далее. Другого варианта я не вижу. То есть деньги на поддержку села сохраняются, этот вектор развития села будет продолжен. Вопрос, а жители края увидят результаты этого на полках? Вот мы говорим сейчас там, будет ли дефицит товаров, вырастут ли цены? Нет, Алексей, я еще дополню тот первый вопрос, а потом перейду к полкам. Так вот, я хотел другое сказать, что село – это производство, вы сейчас затронули вопрос, это наши комплексные программы, государственные программы, которые касаются именно производства. Это вот мы эту часть уже с вами осуществили. А вот то, что коллеги здесь участвуют, и вот то, что там у нас социальная поддержка села и так далее, это еще 22 программы. И вот наш комитет вместе с Министерством финансов непростую работу мы сделали в 2017-2018 году. Мы имеем сегодня все цифры по каждому населенному пункту, что из этих программ получило население. И цифры у нас есть. То есть в целом мы здесь еще и можем сказать, что у нас еще 4% от общего бюджета идет на село, но это уже на инфраструктурное и на жительное. На новые дороги, на ремонт клубов, на строительство фельдшерско-кушерских пунктов. Медицина, клубы, культура, спорт, инфраструктура – вот это уже вот это. Вот этот показатель есть. И сейчас, когда мы говорим, что у нас принята отдельная программа, что добивались много лет по комплексному развитию сельских территорий, она, наверное, заработает у нас все-таки, надеемся, и в 2021 году будет она отдельно. И какова отдача? А вот теперь нам надо сфокусировать все наши показатели качества жизни, чем мы сейчас аграрным университетом занимаемся в этой части, накапливаем там все эти базы, опросы проводим и так далее. Должны выстроить приоритеты и выйти к губернатору с предложением, как нам скорректируют наши госпрограммы в плане качества жизни населения. Вот это будет все. Теперь о полках. Я вам хочу сказать, да, ваш вопрос правильный. Я думаю, что здесь немножко ажиотаж, который есть, но в крае беспокоиться особо в этом плане нет таких моментов, я имею в виду, что наши торговые сети и министр, который возглавляет и сельское хозяйство торговли, держит руку на пульсе, они проводят регулярные встречи с торговыми сетями, запасы по продовольствию у нас есть, сырьевая база есть. То, что подготовка к посевной проходит уверенно и в надежном русле, который мы и обозначили у нас, прошли зональные совещания, там не было таких каких-то моментов, что там мы что-то сорвем и так далее. Двигаемся в этом направлении. Поэтому здесь, я думаю, что тема есть. Единственный вопрос, который меня, так сказать, тоже настораживает в этой части, это овощная группа. Потому что край 50% не закрывает это все привозное. То есть по хлебу, по яйцам, по крупе мы обеспечиваем себя. Крупа, молочная продукция мы обеспечим, да. А вот то, что касается на сегодняшний день овощной продукции, здесь вопрос есть. Здесь, наверное, и климатические нюансы, которые... Такие нюансы есть, но хотя у нас перспектива, очень шарыповская зона, мы планируем там, если все срастется, то 22-й год мы должны 25 тысяч овощей получать. Это будет уже существенной прибавкой к нашему столу, так сказать. Это один из инвестпроектов, о котором вы говорили, да? Один из инвестпроектов, да. Ну вот, коллеги, буквально короткие вопросы, короткие ответы. Людмила, социальная сфера. Здесь вы не видите угрозы с точки зрения финансирования тех инициатив, которые прозвучали? Смотрите, если говорить о финансировании 2019 года, в целом тех мер социальной поддержки, финансовых выплат семьям с детьми, это было порядка 5 миллиардов. На 2020 год финансирование предусмотрено гораздо выше, 8,5 миллиардов. Я думаю, что этот объем финансирования останется, потому что есть еще ряд программ, которые вступают в силу с федеральным бюджетом в 2020 году. Но сегодня я хочу заметить, что на территории Красноярского края действует 30 видов поддержки, выплаты компенсаций, пособий семьям. Это достаточно разнообразные виды поддержки. И касаются они многодетных семей и семей, которые воспитывают и родили первого ребенка, и усыновили первого ребенка. И есть еще новая программа, которая касается поддержки семей, которые воспитывают детей от 3 до 7 лет. Наша краевая? Она не краевая, она федеральная. Это послание президента. И на сегодняшний день, насколько я знаю, готов уже указ президента. Есть проект указа о выплате семьям пособия по уходу за ребенком от 3 до 7 лет. То есть финансирование, я полагаю, что на эти цели будет из федерального бюджета. И оно будет, поскольку тема демографии – это самая центральная и важная тема. И сегодня, как и говорил наш президент, о том, что очень важно понять, с кем мы будем жить через 5 лет и через 10, и как мы будем относиться к семейным ценностям. А это на сегодняшний день очень важно. Важны не только выплаты, а еще и ценность семьи, отношения к семье. Но главное, что я услышал, что социальная система готова в том числе и к новым вызовам, связанным с текущей ситуацией. Да, и, помимо этого, я хочу, Алексей, добавить, что выплаты, о которых я сейчас сказала, в возрасте детей от 3 до 7 лет, должна была начаться с 1 июля. И буквально позавчера мы слышали речь президента о том, что эти выплаты должны начаться не 1 июля, а 1 июня. То есть, совмещение идет на месяц. И в этой связи на сегодняшний день будут приняты, я полагаю, те нормативно-правовые акты, которые позволят с 1 июня выплаты семьям предусмотреть, выплачивать. Тем более, что достаточно простая схема выплат. Семьям не надо собирать большой пакет документов. Они могут подать только заявление, заявление либо через портал госуслуги, либо обратиться в территориальное отделение управления социальной защиты, либо прийти в МФЦ. Одно заявление. Далее работает уже межведомственное взаимодействие. То есть, все, что касается других документов, будет отрабатываться межведомственно. То есть, процедуру вы берете на себя. То, что сказано, сделать доступны меры социальной поддержки, и система подстраивается под это требование и президента, и губернатора края. Ну вот, завершая, я хотел, может быть, закольцевав наше обсуждение, Александр, вернуться к вопросу, связанному с текущей повесткой. В отчете в качестве отдельного раздела позвучали меры, которые край предпринимает в связи с пандемией коронавируса. Первые меры, реализованные в решении губернатора, многие оценили как избыточные. Правда, последовавшее за этим выступление президента, пожалуй, наоборот, сказал о том, что где-то, может быть, краевые меры и недостаточные. Сейчас, очевидно, будут приниматься решения с учетом той задачи, которую поставил президент. Что касается мер, я полагаю, как раз в вопросах безопасности вообще не может быть избыточных мер. Я полагаю, то, что делается в Красноярском крае, это абсолютно правильно, более того, я это уже писал в своих статьях, потому что мне кажется, то, что делал Собянин, я об этом сказал еще две недели назад, нужно распространять на все регионы. Потом, так сказать, эта тема уже стала мейнстримным, но вот когда я сказал, мне сказали, да ты что, вообще ничего у нас не будет. Я говорю, будет, ребята. То, что Александр Викторович один из первых, вот это знамя, которое поднял Собянин, подхватил, это очень хорошо, и в этом смысле, мне кажется, те вещи, которые он озвучивал вчера на сессии ЗАГС-собрания, они были абсолютно правильные, четкие, и, ну, на мой взгляд, с ними даже спорить бесполезно. Единственное, я бы хотел все-таки добавить по поводу экономической составляющей всей проблемы, все-таки, опять же, Александр Викторович про это сказал в финальной части своего доклада, по поводу того, что, возможно, что-то придется ставить на паузу и так далее. Главное, сейчас проблема неизвестной. Понятно, что краевая экономика не только часть российской, но и мировой. У нас очень сильно в этом плане зависимость от той, так называемой, мировой турбулентности. Не совсем понятно, какие будут выпадающие доходы, а они будут, это уже железно, давайте, вещь, смотреть, так сказать, о правде в глаза. Насколько велики эти будут потери, я не знаю. Однозначно, что мы уже проходили кризисы, тот же 2008-2009 годы, мы уже знаем, как, в принципе, реагировать. Понятно, что есть приоритеты, это зарплата, это социальные пособия, это сельское хозяйство, это продовольственная безопасность, безусловно, здравоохранение, образование. Это все ключевые отрасли. Я думаю, они будут, конечно же, финансироваться в приоритетном порядке. Но что-то мне подсказывает, в ближайшие два месяца мы будем во многом определяться именно с этими вопросами, в том числе, кстати, и с какой-то, может быть, региональной социальной поддержкой тех людей, которые у нас не получают деньги из бюджета, которые зарабатывают сами. И это надо понимать. Об этом губернатор уже сказал в конце своего... Ну, расшифровки требуют, конечно. ...своегообразного послания, да. Сейчас строить какие-то прогнозы и говорить о том, что будет так или так, это абсолютно неблагодарное занятие. Потому что ситуация меняется каждый день. Но, с одной стороны, мне кажется, важно не поддаваться панике. И разумные, жесткие меры безопасности, не оглядываясь на другие регионы, просто методично вводить в крае. Потому что, как мне кажется, люди сегодня не понимают, что может произойти. И вот эту недельную передышку, которую дал президент для того, чтобы все отсиделись дома в карантинном режиме, большинство населения страны, в том числе и жителей нашего региона, будут использовать для встреч с друзьями. Надеюсь, что в том числе наша беседа будет способствовать тому, чтобы все все правильно поняли. Коллеги, я прошу прощения. Чтобы они следили за своими детьми, дети, не ходя в школу, не ходили на улицу. Берегите своих стариков, возите им продукты и максимально ограничьте контакты с посторонними людьми. Спасибо. Коллеги, время нашей беседы истекло. Поговорили, на самом деле, серьезные, на серьезные темы. Ну и, собственно, повод очень серьезный. Главное, мне кажется, что мы с вами выяснили, тот задел, который реализован в крае в 2019 году, наверное, позволит ответить на вызовы 2020, создать условия для того, чтобы край с наименьшими потерями прошел ту самую турбулентность глобальной экономики и смог обеспечить безопасность людей в период пандемии коронавируса. До встречи в этой студии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова